Пряники, зефиры и кексы. Наш корреспондент Анна Троян побывала в настоящем раю для сладкоежек. На кондитерском предприятии «Полёт в Люберцах» состоялось торжественное открытие нового цеха. Печенье должно быть вкусным, в цене конкурентоспособным, ну а мы будем способны, будем помогать. По крайней мере, я ваше печенье покупаю. Почти 20 лет назад они сделали ставку на натуральные ингредиенты и не проиграли. Сегодня Люберецкая кондитерская фабрика «Полёт» – одна из самых крупных в Подмосковье. Производит 60 наименований продукции, которая поставляется по всей России, а также в зарубежные страны. «Полёт в мир удовольствия» или «Рай для сладкоежек» – 14 видов овсяного печенья теперь изготавливают на современном автоматизированном оборудовании. К примеру, это традиционное, полностью выполненное по советской рецептуре. Попробуем? Новый цех у фабрики второй по счёту. На линейке итальянского оборудования изготавливают не только привычное овсяное печенье с изюмом, но и миндальное с фундуком и курагой. Нововведения, говорят технологи, позволяют делать продукцию более стабильного качества и производить в 12-часовую смену до 12 тонн готовой выпечки. На кондитерском предприятии невозможно полностью автоматизировать весь процесс. Это связано со спецификой. Наша задача, чтобы на коробках у нас написано «вкус знакомый с детства». Чтобы вот этот вкус знакомый с детства и оставался и у следующего, и у следующего поколения. Фабрика «Полёт» работает исключительно с крупными надёжными поставщиками. Производители полностью отказались от пальмового масла и консервантов. Именно поэтому срок годности сладости не превышает двух месяцев. Мы работаем строго по советским нормам. То есть мы работаем на изюме, мы работаем на правильном соотношении овсяной муки. Это не так просто выдержать. У нас концепция нашего предприятия, которое очень поддерживает наше руководство, работает фактически без применения Е, какие бы они ни были. Мы даже работаем разрыхлителем, применяем ещё те разрыхлители, которые были повреждены ещё советскими сборниками к цепту. Замес теста, создание формы, выпечка, фасовка и упаковка. В этом цехе печенье проходит все этапы производства. Новое оборудование и предприятие в целом высоко оценил глава Владимир Ружицкий. Хорошее предприятие, в этом работе 400 человек. Это 400 рабочих мест. Но вот куча новая линия, вот они вложили в эту линию 147 миллионов рублей, это 540 рабочих мест. Поэтому предприятие в развитии. Николай Ивановичу я пожелал устоять. А устоять как можно? За счёт качества хорошего. Ну и цены приемлемой. Новое помещение цеха пока ещё не заполнено полностью. В ближайших планах предприятия там поставить ещё одну автоматизированную линию итальянского оборудования. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки иtez, ставьте лайки и пишите лайки и подписывайтесь на наш канал.